Тмин обыкновенный, семейство зонтичное. Использованный человеком тмина началось очень давно. Археологи нашли окаменные ласти с семенами тмина в раскопках неолита и мезолита, это 8000 лет назад. Его применяли древние египтяне в религиозных ритуалах и в кулинарии с целью улучшения пищеварения. Римляне жевали тмин для освежения дыхания после еды. Широко использовали и продолжают использовать в индийской кулинарии. В Европу тмин попал в начале 9 века. Возделывался не только как пищевой продукт, но и для медицинских целей. Вот что пишет от мини известный в 11 веке французский ученый и врач Одо Измена в медицинском трактате о свойствах травм. Пищеварительный жар возбуждает в желудке, а также в печени. И полагаю, безумство любви усмиряет. Тем, кто страдает одышкой, он дивно несет исцеление. Передают, что любым применяемым способом гонит он воздух, который нутро и желудок терзает и давит. То есть как средство, которое избавляет от ветров в пищеварительном канале. На Руси тмин, обыкновенный, известен очень давно и имеет несколько названий. Анис, Дикий Полевой, Козловка, Королек, Тимок, Кмин, Цанципер, Тимьян. И все потому, что растение холодно и морозоустойчиво. А молодые майские ростки тмина крестьяне ценили за большую целебную силу и охотно ели при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Берите на заметку. Семена тмина на рынке. На рынке можно встретить разные семена тмина. И надо в них ориентироваться, что это и откуда. Индийский тмин. Его еще называют кумин. Важный компонент в рецептах овощных рисовых блюд и закусок, который улучшает пищеварение. Он бывает белым и черным. Семена черного темнее и мельче, чем белые. Имеют более горький вкус и острый запах, похожий на керосин. Белые семена требуют длительного обжаривания, а черные меньшего. Тмин, он же зира из Средней Азии. Его широко используют в узбекской кухне при приготовлении плова и манты. Ботаническое описание. Растение высотой до 80 сантиметров. Строчат оперистыми листьями и линейно-ланцетными долями. Цветки белые, собраны в зонтик. Плод двусымянка коричневого цвета. Вкус растения пряный, запах ароматный. Вот этот пряный ароматный запах, это то, что надо для подавления инфекции внутри желудочно-кишечного тракта. Плоды тмина используют для изготовления масла и лекарств. Произрастает тмин практически по всей территории России. Много его на Северном Кавказе, в Крыму. Тмин любит лесную и лесостепную зоны. Долина рек. Изредка встречается в горах и степях. Цветет тмин в мае-июне, а плодоносит в июле-августа. Тмин культивируют, получая из него эфирные масла. Заготовка и хранение сырья. Семена, являющиеся лекарственным сырьем, заготавливают, когда на растениях созреет не меньше половины зонтиков, а сами семена побуреют. При сборе надо учитывать, что семена легко осыпаются, а также что в фазе плодоношения и созревания отдельные зонтики вступают не одновременно. Стебли с зонтиками аккуратно срезают и связывают в снопики. Собирать сырье лучше вечером или утром, тогда семена меньше осыпаются. Сушать снопики, подвешивая на чердаке или в хорошо проветриваемом помещении. Под них надо постелить бумагу или ткань. По мере созревания семена будут падать на подстилку. Далее снопики обмолачивать, чтобы получить больше семян. Хранять семена в закрытых банках не более трех лет. Химический состав. Плоды тмина содержат наряду с красящими, смолистыми и белковыми веществами жирные и эфирные масла. Содержание эфирных масел, каврон, лимонен достигает от 3 до 7%. Из них около 50% приходится на каврон, который придает специфический запах тмину. Лимонен – компонент цитрусовых эфирных масел. Ох, как получается! Содержатся другие биологически активные вещества – спирты, ацетальдегиды, флавоноиды, такие как кверцетин и квемферол. Кстати, корни тмина содержат много флавоноидов и фитонцидов. Свойства. Тмин используют в официальной и народной медицине растению присущие антисептические, то есть противомикробные, бронхолитические, то есть очищающие дыхательные пути, обезболивающие, противоспазматические, то есть расслабляющие, поослабляющие, желчегонные, мочегонные, ветрогонные, седативные, то есть успокаивающие и общеукрепляющие действия. Семена тмина стимулируют менструацию у женщин, секрецию желудочно-кишочного сока, двигательную моторику и образование молока у кормящих женщин. Примерно так же действует тминное масло антисептически, анестетически, спазмолитически, стимулирует секрецию пищеварительных желез, повышает аппетит, обладает тонизирующим, улучшающим мозговую деятельность свойством, улучшает мочеиспускание и выводит из организма токсины. А такие компоненты тминного масла, как флавоноиды и дубильные вещества, оказывают противогрибковое и противовоспалительное действие, что нам и нужно сейчас повсеместно. Подавляют процессы брожения в желудке и делают дыхание более свежим, обладают отхаркивающим свойством. Его используют как внутрь, так и наружно. Наружно с ним применяют в ванной, делают массаж при бронхитах, суставных болях, проблемах с мочевыводящими путями, лечат однокожных паразитов. Интересно познакомиться и с высказываниями Авиценны о лечебном воздействии тмина на организм. Он гонит ветры и высушивает, то есть высушивает организм, то есть лицам с выраженной конституцией ветра нежелательно или надо следить. Тмин полезен от икоты и от перебоев с сердцем. Прекрасно действует против червей и убивает их. То есть вот она прекрасная, так сказать, вещь от разного рода глистов. Если выпить тмина, это остановит рвоту, возникающую от подъема вверх пищи, согревает желудок и способствует пищеварению. Тмин входит в состав глазных лекарств и порошков, которые востряют зрение. Однако, если пить его слишком много, это ослабляет зрение. То есть вот тут такую долю надо выбрать, интересно, потихонечку его, значит, дозировочку увеличивать. И вот эта функция зрения, она связана с жаром. Если в организме мало огня, так сказать, огненной энергии, то зрение наше слабит. А вот тмин как раз немножечко добавляет, и мы видим лучше, но дозировку соблюдать. Отвары из семян этого растения, если их выпить, гонят мочу, успокаивают резы в кишках и останавливают выделение семени. Женщины, посадив его отваре, получают пользу при болях в матке. Если поджарить семена тмина и сделать из них лекарственную повязку на выступающие, почешуйные, то есть геморроидальные шишки, это их уничтожает. То есть способствует тому, что рассасывает. Потому что геморрой во многих случаях это и есть проявление, прямозбуждение жизненного принципа ветра, когда в организме сухость и холод. В результате чего кровь нормально не проходит по прямокишечным венам, начинается застой, хотя там и в артериях застой. И для того, чтобы вот это все разжижить, прогреть, применяют тмин. Применение. Показаниями к применению тмина и лекарственных средств на его основе является острый и хронический гастрит с нормальной и пониженной секреторной функцией желудка. Гастродоудениты, энтероколиты, метеоризм. С метеоризмом прекрасное на себе проверенное. Атонические запоры. Атонические запоры это от недостатка сил. Дисбактериоз и ферментопатия, то есть недостаток пищеварительных ферментов. Воспалительные заболевания органов дыхания. Острые хронические бронхиты, пневмонии, туберкулез и бронхиальная астма. Водные и масляные экстраты из семян тмина возбуждают аппетит, повышают секреторную и моторную функцию желудка, усиливают желчное отделение, а значит нормализуют и улучшают пищеварение. Оказывают спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру кишечника, при желудочных и кишечных коликах. Обладают отхаркивающим, то есть способствуют выделению секретов из бронхов при заболеваниях дыхательных путей. Мочегонным и актогенным действием. Хорошо снимают явление метеоризма, выводят камни из почек и мочевого пузыря. О, даже как! То есть вот эти душистые компоненты, которые в нем есть, они обладают дробящими свойствами. Это надо понимать. То есть в любом случае надо понимать, как то или иное средство действует, за счет чего. Его рекомендуют принимать, когда человек постоянно мерзнет, особенно конечность, имеет слабое кровообращение, отеки, дисменарию, то есть болезненные менструации. Опухоли лимфатических узлов. Вот на опухолях лимфатических узлов надо остановиться подробнее. Потому что когда опухают лимфатические узлы, это говорит о том, что там инфекция. То есть организм уже не справляется. И как раз вот семена тмина, там что-то масло, препараты из него и так далее, и так далее, способствуют тому, что они эту инфекцию начинают уничтожать, облегчая тем самым работу лимфатической системы. И естественно опухоли снимаются. Опухоль это от чего? От того, что там идет какое-то воспаление, что там скопилось много шлаков, там скопилось много различного рода паразитов, которые уже лимфатический узл не в состоянии сам с ними справиться. Поэтому помогаем таким веществом, как тмин, который имеет вот эти вот горячие свойства, пережигающие разного рода шлаки и инфекцию. Рекомендуют применять и при раздражительности, а также непонятных головокружениях. Его семена изгоняют глистов и накожных паразитов, чесотка, лишаи. Масло из семена тмина снимает боли при ревматизме, артрите, подагре. Тмин входит в состав отхаркивающих препаратов, а также в желудочные и успокоительные чаи. При сахарном диабете используют чай из этого растения, в том числе и корней. Настой отвары тмина – бактерицидное и слабое сахароснижающее средство. Ширько используют семена тмина и в быту. Им посыпают черный хлеб и белые булочки. В качестве специй добавляют сыры, что улучшает их вкус и время хранения. Знатоки домашних разносолов добавляют пряные семена тмина в бочки с огурцами и капустой. Тминное масло широко используют для отдушки ликера и приварки мыла. Противопоказания. Беременность, то есть за счет своих душистых горьких свойств, вернее не горьких, а жгучек, действует как абортивное средство. А также за счет этих же свойств, чрезмерное и регулярное употребление тмина, его отвара и настоя, дробит и сушит семя у мужчин, уменьшая его количество. Как средство, усиливающее аппетит тмин и лекарства на его основе, с осторожностью следует применять больным с повышенной секреторной функцией желудка, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне гипероцидного гастрита. Это воспалительное заболевание слизистой оболочки стенок желудка из-за повышенной кислотности желудочного сока. Как средство, повышающее иммунитет, тмин не следует усиленно использовать людям, перенесшим операции по пересадке органов во избежание отторжения. И наконец-таки рецептура применения тмина. В лечебных целях тмин используют в виде настоев, отваров, масляных вытяжек, масла, в виде семян, а также в пищу. Я использую в виде семян, просто проглатывая. Столовую ложку семян тмина заливают стаканом кипятка в термосе со стеклянной колбой. Настаивают ночь, принимают по 2-3 столовых ложки, 34 раза в день за 15 минут до еды. На следующий день готовят новый настойкурс 2-3 недели. Водную настойку семян тмина можно применять при атонических запорах, спатистических болях в желудке и кишечнике, при холецистите, как витроионное средство. Например, младенцам, когда они плачут и трут ножку об ножку, то есть молотят животик. Его можно использовать как средство, возбуждающее аппетит, принимая за час до еды, а также полоскать рот 4-6 раз в день при дурном запахе изо рта. При дурном запахе из половых органов настой семян тмина применяют для наружного обмывания и спринцевания. Кстати, вот если вы желаете более мощную экстракцию, то перед закладкой семян тмина в термос перемелите их на кофемолке. Если настой делать не в термосе, то эфирные масла улетучатся и лечебное воздействие понизится, чтобы вы знали. Отвар. Прием водного отвара из семян тмина укрепляет внутренние органы, успокаивает резь в желудке, гонит мочу, убивает солитюра и других листов, предотвращает рвоту, полезен при бронхиальной астме, сердцебиении, вызывает аппетит. Когда у человека пропадает аппетит, это говорит о том, что у него понижается потенциал жизненной силы. Когда аппетит повышается, это говорит о том, что жизненный потенциал его возрастает. Полезен он и от болезни нервов, при шиасе, от паралича и при разрыве мышц. Местный отвар плодов тмина используют для лечения ран, влажных форм, экземы. Отвар из семян тмина, 3 чайные ложки измельченных плодов, заливает стаканом кипятка, кипятит в течение 15 минут, закрывает и оставляет на 10 минут и затем процеживает. Это суточная доза. Столовую ложку семян помещают в эмалированную посулу, заливает двумя стаканами кипятка, кипятят 5-7 минут, принимают по половине стакана, 3-4 раза в день, за час до еды. Отвар семян тмина можно использовать для усиления отделения молока у кормящих женщин, как отхаркивающее и бронхорасширяющее средства при острых и хронических бронхитах, пневмониях, туберкулезе и бронхиальной астме, а также как ветрогонное средство. Используют его и при вялом пищеварении, а то не кишечнике. Важно, как ветрогонное и от дисбактериоза средство отвар и настой тмина пьют по 1-2-1-3 стакана 3 раза в день после еды. При нарушениях функции поджелудочной железы принимают настой или отвар семян тмина в дозировке данной выше. В настоящее время семена тмина входят в состав лекарственных чаев аппетитного, ветрогонного, желудочного, слабительного и успокаивающего. При болях в пояснице, ногах, бедрах и коленях, возникших от переохлаждения, древние врачеватели рекомендовали принимать внутрь отвар семян тмина в растительном масле с солью 1 часть тмина 10 грамм, отварить в 10 частях растительного масла 100 грамм, то есть после охлаждения добавить 1 часть соли 10 грамм и растворить. Принимать утром натощак по чайной ложке. При болях, возникших от переохлаждения, можно использовать и другой древний рецепт. Сок из свежей травы тмина выпаривают так, чтобы из трех частей осталась одна. Эту часть налить в стеклянную или медную пастуну на подобие сковородки, выставить на солнце, чтобы жидкость испарилась. Порошок, который остается собрать, и его полезно втирать в суставы для успокоения боли. В описании двух рецептов соль и солнце добавляют горячие свойства, которые нужны для вытеснения болезнетворной энергии холода. При переохлаждении организма энергия холода входит в суставы, кости вызывают в них боли, и только горячие свойства соли и солнца позволяют ее вытеснять из этих мест. Что касается масла, то оно само по себе имеет теплые свойства, является их проводником к больным местам. Масляные вытяжки семян тмина. Для приготовления масляной вытяжки семян тмина, столовую ложку размолотых на кофемолке семян, насыпают плотно закрывающуюся стеклянную емкость, лучше с притертой пробкой. Заливают 100 мл растительного масла, лучше оливкового, рафинированного, и настаивают в теплом, темном месте в течение двух недель, время от времени взбалтово. Хранят в прохладном, защищенном от света месте. При простуде масляной вытяжкой из семян тмина растирают грудную клетку на ночь, надевают хлопчатобумажную майку, а сверху укутывают шерстяной тканью. Так поступают несколько раз до исчезновения простуды. При чесотке эту же процедуру проводят 3-4 раза. После окончания лечения тело моют с мылом. Существует и другой способ приготовления масляной вытяжки из семян тмина горячие. Семена тмина, столовую ложку, заливают 100 мл растительного масла и кипятят в течение 10 минут. Далее настаивают в теплом месте, используют, как описано выше. Масло с семян тмина. Аптичный препарат, получаемый методом холодного отжива, принимает по 2 капли 3-4 раза в день при куликообразных болях в области желудка и кишечника. Как правило, эти боли возникают от спазма, который масло тмина снимает. Дозировка 2 капли. Если вы принимаете хотя бы пол чайной ложки масла тмина, оно у вас вызывает раздражение пищевода, как своеобразный ожог из-за своих горячих свойств, и поэтому вы не можете его дальше пить. 2-3 капли, и тогда будет все нормально. Семена тмина в чистом виде. Просто пожевать и съесть около 3-5 граммов семян тмина в сутки. Можно этим же количеством приправлять еду. Первое и второе блюдо или салаты. Кормящим груди матерям для улучшения лактации можно рекомендовать посыпанный или испеченный хлеб с семенами тмина. Употребляя семена тмина натощак, можно очистить кожу и улучшить цвет лица. Интересен такой народный рецепт. Столовую ложку семян тмина помещают в стакан сметаны и размешивают. Далее кипятят в течение 3 минут, принимают по столовой ложке 3 раза в день для усиления лактации и жирности молока. Для возбуждения аппетита рекомендуют принимать порошок семян тмина за 30 минут до еды в количестве, умещающемся на кончике ножа. Тмин полезен для улучшения памяти. 3 грамма семян принимаются вместе с чайной ложкой меда. Лучше это сделать перед сном. Курс 2-3 недели. Второй рецепт. Взять столовую ложку сухой мяты и чайную ложку семян тмина, поместить в термос и стеклянной колбой, залить пол-литра кипятка. Ночь настоять. Принимать как чай вместо воды. В дни приема настой следует исключить кофе или чай, который обладает вяжущим вкусом. Они наоборот сужают сосуды. При образовании мастита в груди, кормящей женщины, можно использовать следующий рецепт. Хорошо растертые семена тмина пол чайной ложки и листья мяты перечной, тоже пол чайной ложки. Запарить кипятком, всыпать туда ржаной муки, хорошо размешать. Получится тесто. Из него вылепить лепешку. И пока оно не остыло, приложить к больному месту на 1-2 часа. Так поступать 2-3 раза в день. Обычно состояние больных женщин значительно улучшается уже на 2-3 день. Если требуется вывести бородавки, прыщи, родимые пятна или становить облысение, то семена черного тмина смешивают с яблочным уксусом. Такая смесь хорошо помогает и при головных болях. Если имеются ушные выделения, так называемая ващина, пробки ушные, то народные лекари рекомендуют семена тмина запечь в луковице, отжать из нее сок и закапать его в ухо. Говорят, помогает. Лечение лишая и проказа. Семена тмина, по утверждению знатоков, помогают при лишае и проказе. Лечение проводят летом. Берут в равных количествах порошок и семян тмина и цветов ромашки розовой. Смешивают с медом в таком количестве, чтобы все хорошо перемешалось с медом. Эту смесь дают есть страдающим лишаем. После этого он сидит обнаженным на солнце в течение двух часов. Те места, которые были прожжены лишаем, вскроются и оттуда выйдет жидкость. Как только это произойдет, больной выздоровеет. Дополнительно рекомендуют смешивать равные части порошка и семян тмина с медом. Настоять эту смесь две недели. Больному лишаем принимать 10 граммов, ежедневно запивая теплой водой. Тмин как пищевая добавка. Молодые побеги тмина, обычно двухлетки, можно добавлять в салаты для усиления аппетита. Листьями тмина приправляют супы с той же целью. А вот корни тмина можно готовить как самостоятельное овощное блюдо. Семенами ароматизируют хлебопекарные, кондитерские, ликероводочные изделия, а также колбасы и сыры. Это значительно улучшает переваривание этих продуктов. Семена тмина добавляют в капусту при засолке, в соусы и супы. Это улучшает не только вкус продукта, но и укрепляет пищеварительную систему, подавляет дисбактериоз и газообразование в кишечник, которое имеется где-то у процентов 95 населения. Либо периодически возникает. Тмин входит в рецепты приготовления рыбных блюд и блюд из морепродуктов. Это прекрасная профилактика от заражения паразитами через эти продукты, плюс усиление пищеварительных способностей. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!